Не выходит каменный цветок. Горько вздыхаем мы всякий раз, когда лучок не клеится. Замечали? Именно летом чаще всего вдруг настигает ощущение, будто в аутфите чего-то не хватает. Мой образозавершающий фэшн-привет. Сегодня расставим все тычинки над нашими стильными каменными цветами, чтобы лето напролет любоваться восхитительными в своей простоте и завершенности клумбами классных комплектов. Итак, отчего же в жаркий сезон мы сталкиваемся с проблемой скучных и будто не доведенных до ума образов? Ну вот представьте, выходите вы из дома по осени, надели брюки, рубашку, джемпер и жилет, накинули пальто и классный шарф, прихватили перчатки и берет. Аутфит сам собой получается сочным, глубоким и интересным. А летом что? В сарафанчик нацепили и бежать. Ни многослойности, ни виртуозно звучащего ансамбля, ни концепции. Вот и эффект босяцкой романтики. Получите, распишитесь. Как же сохранить максимум проявленности при минимуме одежды? Тут давайте договоримся даже не пытаться разнообразить гардероб интересненькими, пестренькими, живенькими вещицами. Ох, как велик риск кануть в пучи неустаревших или вообще никогда не актуальных шедевров текстильной промышленности. Базовые вещи круче сочетаются друг с другом и способны складываться в кристально чистый стиль. Ход конем и решение на миллион – грамотные акценты. И тут весь спектр лучей славы достается аксессуарной группе. Когда за окном плюс 30 и использовать второй слой и тем более третий, совсем не хочется, вспомните, что у вас есть платки, косынки, очки и ремни. Хотя лучше по порядку. Встречаем топ аксессуаров, на которые стоит обратить внимание этим летом. И начнем с головы. Про модную эстетику вестерны Costal Cowgirl мы уже знаем. И про ее флагманский атрибут – шляпу с лихо закрученными полями тоже слышали. Сейчас добавлю только, что увенчать этой харизматично-брутальной красоткой можно практически любой комплект. Совсем не обязательно выстраивать аутентичный образ отчаянной сорвиголовы с дикого запада. С минималистичным платьем, строгим жакетом или пижамными шортиками получится даже круче. Фьюжин-нотки зазвучат особенно глубоко и пронзительно. А еще попробуйте запилить огненный микс с платком, повязав его на манер банданы под шляпу. Вообще, кстати-то говоря, синенький скромный платочек и совсем не скромный леопардовый, и рафинированный кремовый, и разбитно-мерчевый давно просятся в вашу коллекцию. И нынешним летом пора, наконец, дать этим очаровательным ребятам шанс. Платок здорово завершит и украсит образ даже и безо всякой шляпы. Носим, повязав с олба, как в 70-е, косыночкой под волосы, бескомпромиссно расслабленно в духе а-ля бабушка, в прическе, в шлевках, на сумках, на шее и запястьях. И, конечно, продолжаем экспериментировать с интересными сочетаниями. Комбо платок плюс бейсболка или панама звучат все еще весьма свежо. Соло же модные чарты сегодня взрывают наивные косынки. Вышитые, хлопковые, кружевные, тюлевые, вязанные в технике крошей треугольнички, повязывать которые модницы приспособились каждая на свой лад. Так что смело пробуем исключительно по собственному вкусу. И снова комбинируем даже с максимально неожиданными образами. Серьезными, спортивными и казуально спокойными. Ничуть не менее забавная вещица, а я уже не раз говорила, что ироничность неотъемлемая черта современной моды – ажурные хендмейт шапочки. Вот с ними будем аккуратнее, потому как они вытворяют ровно тот же фокус, что и резиновые для плавания. Лысый эффект, полностью лишая прическу объема. Тут важно хорошо видеть пропорции собственного силуэта и понимать, насколько в них впишется маленькая голова. Круче всего такие чепчики смотрятся на миниатюрных девушках с изящными чертами лица. Но до чего же не банальные, по-хорошему, веселые образы выходят с этими шапульками. Кстати, для вечернего выхода можно присмотреть похожую, но более легкую конструкцию из сверкающих нитей кристаллов или бусин. Немного в духе джаза и ревущих 20-х. А вот в духе неистовых нулевых выбираем заколки цветы. Да-да, пластиковые крабики в форме ромашек, конютиных глазок и самых топовых лилий. Поднимите руки, у кого такие были 20 лет назад. Что ж, в 2024-м грянул цветочно-крабовый ренессанс. Пинтерест зацвел этими заколками, как буйная летняя клумба. Девушки носят их в стандартные ракушки, причем часто парами или целой россыпью бутонов разного размера и цвета. Y2K как он есть. А вот и кое-что новенькое. Таким цветочком вместо поднадоевших текстильных брошей модницы украшают бретели платьев и купальников, ручки сумок и авосик. Получается ярко, сочно и по-летнему задорно. Что ж, одна голова – хорошо, а в стильном уборе однозначно лучше. Судя по всему, сегодня у нас стихийно сложился разговор именно о них. Так что тему аксессиков обязательно продолжим в следующий раз. Ведь кроме головы у нас еще столько всего, что можно нарядить и украсить. Чем вскоре и займемся. Пока-пока!